Дверь с ноги, как говорится, кроит вещает, и в этом видео я вам покажу 7 дней развития нового сервера BlackRash. На Тонбове сейчас онлайн 4 человека, я зашел, мне дали доступ до официального открытия, активировался предрегистрационный промик, только чекаю, кто в сети, оп, уже админочку выдали, вуаля, меня поставили, а по тайму 47 минут до открытия. Сейчас в сети самое главное. В первую минуту все побегут в ближайшие 24 на 7, изменять номер за 450, сейчас даже нет денег, надо побежать в банк и создать счет. Делать это категорически запрещено, вот так ради контента я рискую, создаю, и счет я словил под номером 1, надеюсь, меня не снимут из-за этого. А потом уже игроки с 5К летят в магаз и там ловят симку, я уже этого делать не буду. Сейчас активно в чате ставят администраторов, не стоит, думаю, удивляться, что все бизнесы на аукционе. Собственно, почему бы нам не зайти на пустой аукцион, где еще никого нет и стоят фулблат симки по госу. Будем, конечно, присутствовать на ловле и покажу вам, за сколько словят это все добро. Уже онлайн достиг 33 человек и это только администраторы. Естественно, все деревенские домики в госе, их будут ловить, мы будем наблюдать. Есть команда SlashInfo, здесь видны все дома в госе, можем пролистать до конца. Если сложить все особняки и маленькие деревенские домики, получится всего 255 штук. 20 минут до открытия, пожалуйста, показываю максимальный актив администраторов, я такого никогда не видел. После чего телепортирует меня Сандер, спрашивают, покупал ли я симку. Честно, душа в пятку ушла. Я признался, что банковский счет создал. Конечно, это делать было нельзя. Я хотел показать крутой контент, не бейте, бжжж. Собственно, становимся на крыше вокзала. И момент истины, 12.00, проходит Payday. Все, сервер официально открыт, на него заходят тысячи игроков. Но мы не видим появляющиеся толпы бомжей, потому что для оптимизации, чтобы не крашнуло, сделали невидимых игроков друг для друга. Для прикола можем телепортироваться на ВЧ, и в первую минуту открытия сами домики в Батырово еще не разобраты. Я телепортировался на спавн Батырово, по-прежнему мы никого не видим, только вот появляются скутеры пустые. Зато мы поворачиваемся в сторону дороги, и там уже видно, скутеры едут, там уже прогружаются игроки. Я телепортируюсь, чтобы показать этот поток скутеров, здесь уже нет инвиза, все друг друга видят. Ай, все мчатся в банк, словить себе банковский счет, плюс за создание дают 5к, как раз на ловлю симов. А смотрите, что за суета, я просто любуюсь и наслаждаюсь. На спавне мы этого не увидели, зато возле Арзамасского вокзала во всей красе. На третьей минуте открытия заглянули на ВЧ, уже все дома выкуплены. Телепортировались на еще три топовых дома, самый крутой словлен, а оранжевый еще в госе вижу по карте, но пропал пикап, и когда я подбежал, уже словили, прямо на наших глазах. В Лыткарине такая же ситуация, все после банка несутся в магаз, там покупать симки, и по закону подлости, следующие 24 минуты открытия, просто запись крашнула. Я лишь могу вам вставить моменты, как я появлялся у других ютуберов на стриме, когда они залетали тоже. На тридцатой минуте сходка с подписчиками возле автошколы, потому что все уже дошли до получения прав. Вот он, Мексу Дедович, бегает, за ним толпа подписчиков, он открывает автокейсы и сливает тачки в госку. Периодически залетаю на шахту посмотреть, ну уже больше людей, я присоединился к флешмобу, сколько людей пашет каменщиками. Есть же какой-то вайб развиваться, когда все с нуля. Смотрел я в слежке подряд вот так за челиками, кто чем занимается. И вспомнил про битву за контейнеры, да, уже поздновато, но это самые первые канты на Тамбове. За девять какая, понятно, в госке, его не трогают. А нет, тут рядом уже открыли один Дубай, за девять какая выпала Порш Панамера, это ровно слив в один миллион. А у типа ноль эмоций, он спрашивает на постоянке, или я здесь буду. В целом-то сейчас не дешевые канты никто не берет, только этот чел подбежал и на второй Дубай поставил. Очень рискованная тема на открытии сервера и опять дроп на 8кк. Поддерживайте, а братишка, ситуация трындец. На среднем классе тем временем вовсю загружают тачки, выбитые с автокейсов и сливают их в госк. Мы, кстати, даже в менюшке кейсов можем посмотреть, кто что выбил во вкладке недавно выиграли. На низком классе сейчас загружают в основном промокодные машины, BMW i8 это от разработчиков. Забегаем в сам автосалон и видим, что зазиков уже нет в наличии. Выхожу и замечаю Феррари из Блэк Пасса Премиум Делюкс, ну не самое плохое вложение на сервере. А вот чуть дальше можно офигеть, новый гелик челик выбил из единственного автокейса. Итак, в чате видим, за первый час забрали 13 контейнеров. Для интереса давайте заглянем в казики на 40 минуте в Блэк Джеке почти аншлаги, даже кто-то в дурака пытается играть. Опа-ча, мой кент Коля залетел, правда уже на спавнах нет этой оптимизации, то есть игроки друг друга видят. Уже прошла пиковая нагрузка, на спавне крашить не будет, так что вернули, как и на всех остальных серверах. Так, я пришел посмотреть в ГИБДД и да, люди уже ловят себе номера на свои зазики. Сейчас все по уму в больнице, забежал, комнат куча, подошел к пикапу, взял с системы себе медкарту. Нет какого-то хардкора, когда один медик не дает никому получить метку. Впрочем, новички не поймут, а олды проронят слезу. Только я, 20 левел на сервере, все остальные, первый, второй уровень. Покажу вам авторынок, понятно, что ни души, ни одного игрока рядом. Что там по слэш-инфо, еще домики остались в гости, ну понятно, да, вот мы можем отметить, это Егоровка, никому не нужная. Отмечаем в списке другой домик, это уже Рублевка, да, супер дорогие особняки, которые выкупят после основной ловли бизнеса. Не понял юмора бомжиха на скутере, что сейчас покупать будет? Ага, просто смотрят, а то я уже офигел, в первый час открытия ловить особняки по 25кк. Ну что, господа, пора бы и на аукцион зайти. Здесь игроки есть, успели выставить свои симки, вот домик деревенский за 4кк. Конечно, ставочек основных нет, автокейс еще не открыли, левел не апнули. Зато я случайной слежкой наткнулся на очень богатого игрока на BMW M8 с номерами V8 с двумя восьмерками в регионе. Через полгода-год такие номера будут стоить 100 миллионов. Сразу понятно, типок серьезный, интересно, словит ли он какой-нибудь тюнинг-центр. На военкомате движуха есть, но не так, чтоб сильно. Глянем активчик в казарме, ну и игроки еще не успели. Зато потихонечку игроки бегут фармить денюжки. Ладно, прошло много времени, давайте создадим банковский счет, опять же, чтобы узнать. Итак, за час было создано около 3000 счетов, плюс мне обнулили мой первый номер счета. Правильно сделали, чтоб я никак не повлиял на сервал. Продолжаю рандомную слежку за игроками, каждый занимается каким-то своим делом. Кто-то на шахте фигачит за 1000, а вот военный раскинул закладки и лутанул 20к. Все вип-чат проспамили СОСО1, потому что наступил второй пейдей. Ютубер Дилейс сидит в кассике лудится, тут еще сходочка Мексу вещает. Что за флешмоб, ну мне нравится. Телепортировался в правительство, здесь кроме бомжа одного никого нет, но мне интересно, когда создадут первую семью. Какой-то челик на копейки едет в Сталингш, он реально будет тюниться. Да, у него ничего не изменилось, видимо денег не хватило. Вол, возле низкого автосалона огромная толпа, ловят машины. Встретили того челика с контейнеров, говорит, в кассе 1кк поднял. Бля, игрок ЗАЗ словил, спрашивает, сколько есть, говорят ему 27, он хочет 35. Тот желающий, конечно, слился, зато другой бомж предлагает 30к, и тот согласен, реально в полтора раза окуп с ловли ЗАЗика. Вот стоят, ловят, неужели игрокам нужны ЗАЗики, ведь есть временные промокодные тачки, а там как раз подкопите и купите нормаппарат. Открыл сейчас рулетку и видим, внедавно выиграли Тойота Камри, Киа К5 и еще одна Тойота Камри. Уф, из толпы сразу видно эльфа, подписчика Крейта, безумно приятно, что узнают, здороваются, но надо было с левого Ника залетать. А возле пикапа автосалона, жесть, все пытаются протиснуться сюда, а уже ни ЗАЗа, ни Айки, ни Копейки нет, остались только Волги по 80к. Ну шо, возле АЗСки движ уже, ребятки заправляют свои БПшные тачки, меня в донате ждет только бронзовая рулетка, но если бы я залетал с донатом, то, конечно, бы купил себе платный пропуск. Ценники на Бенз пока что в АЗСках балдеж, потому что находятся в ГОСе и фулятся с системой. Забежал в ЗАГС, но пока что ни у кого не дошло время даже нить бы. В инфо смотрю, какие гаражи остались в ГОСе, вот идет 75 номер и сразу 78. Представляете, даже гаражи возле Арзамасского банка Ловет есть купленные гаражи. В випчате, возьму 75кк в долг, верну 90кк под фрапс, я зашел под ним слежка, а он на Е30 гоняет. На среднем классе затихло, нет столько открытий автокейсов. Пожалуйста, не играй, тут портишь экономику. Да, об этом весь випчат говорит, что я порчу экономику, только чем. О, игрок тут выбил крузак, я к нему сел, поехали. Вау, на авторынке продают питбайк. Челик слоил в мотосалоне по ГОСу и теперь продает. На низком классе в продаже находится ЗАЗ. 50 тысяч шина, но меня больше удивляет, что другая помышиха готова купить за 42к, наверное, все деньги. Чуть позже военкомат переполнен, все через NPC хотят поступить в армию. По уровню среди игроков самые крутые сейчас четвертые уровни, в пятых я еще тут не наблюдаю. И на Арзамасской больнице замечаю игрока, он делает набор от четвертого левела. Только это уже пятый час и меня приглашают в семью. Меня спрашивают, есть опыт на замке и тут же выдают четвертый ран. А, так фама совсем пустая. Зацените поток коричневых квадратиков на карте. Да, я нахожусь на ВЧ, на маршруте выполнения задания армейский барон на 20 тысяч. Мы видим, как люди бегут туда-сюда непрерывно. Офигеть, я зашел в рейтинг семей, мы видим здесь кучу фам, одна из которых уже синдика 1100 рейтинга. Я телепортировал сейчас Килану Маску, он работает на газовщике, это работа с пятого уровня. Плюс он меня приглашает в ту самую каптерскую семью. Да, мы в топ-1 семье по рейтингу, но как бы состав все еще маленький, потому что мало у кого есть четвертый уровень. В автопарк положили тачки из автокейсов. Низкий класс продолжает штурмовать бомжи в попытках купить ЗАЗ. Возле аукциона мне тип доказывает, что у него 450к на балике. Труфов не будет, я скрытный, ствинка. Куча бомжей говорит, что завтра они словят техцента. Вот ночью я зашел, спаван нашей семьи в Горелле. Авторынок уже живой, продают питбайки, стоит имбало. Что пишут в объявлениях семьи в первый день, пожалуйста? 5600 патронов. У них, интересно, откуда, наверное, лидер закидывает сам с магазина. Мега-перекуп авторынга предлагает Субарику 900к, а слить в ГОСТа 1.100.000. Залетаем в казик, и даже все одновременно люди не прогружаются, потому что все, ашлаг, все занято. В центре вместо рулетки какой-то игрок на себя взял должность рандома и собирает бабки, ставки. В дурака тоже почти все занято, меня удивляет вот эти игры на лям. Есть же развод, что два друга заходят на стол и левого чувака сливают, чтобы отобрать бабки. Некоторые игроки ночью развлекаются, играют в компьютерном клубе в КС-ку. В большинстве, конечно, игроки спят по РП, я их понимаю, нужна их спа. Но случайно я наткнулся на двух игроков, обсуждающих свои планы. Ну, ТК 100 лямов, я не знаю. Ну, завтра будут брать, я тебе говорю. Так сказать, подслушаем разговоры. Там чел поставил на магазин. На ВЧ ребята спят на койках, либо отчаянно пытаются друг другу продать фиговые симки. На дороге стоит игрок, возле него машина, наверное, друзья. Ммм, лэндкрузер сзади, спереди М8, после М8 Г69. И падает эта долбаная Кия. База для нового сервера открыл автокейс и оттуда выпал не окуп. В сравнении какой-то группе друзей повезло, они уже двигаются на Мерседес Акуле. Даже ночью игроки пытаются с ГОСа купить дешевую тачку, но я забежал и купил себе Приору. Я ей стекла затонировал, в ГИБДД прокрутил номера, какие-то купил, ставим на Приору. И прикиньте, еще в техцентре нет владельца, а я уже ставлю спорт. Ну, нефиг дело. Естественно, это невыгодная трата денег до первой ловли. Закатил еще в банк, снова создать банковский счет и словили номер 9337. Если что, по тайму 12 часов после открытия. Свой бронзовый прокрут сделал, не повезло. Ух, сколько АФКшников в лазарете, это военные, которые умерли от голода во время сна. Также я наткнулся на каких-то заряженных типов на тюниной бэхе. Интересная у них манера общения. Я к нему подбежал, спросить, что ловить будет. Естественно, техцентр. Они думают, что я конкурент, поэтому секрет. Что ж, залетел на вторынок я за час до ловли в 11. Надо было заходить с ННН ника, чтобы за мной толпа не бегала. Ну, в общем, кроме толпы возле входа в аукцион, в самом ауке дофигища народу. Но просто оптимизация делает специально не прогруз, дабы не лагало. И мы только видим людей, которые находятся рядом с нами прямо. Напоминаю, игроки за час до ловли стали по периметру и смотрят в стену от первого лица, дабы не лагало и ни в коем случае не крашнуло. Потому что если уже начать релогаться, вы не успеете до ловли зайти. Понятно, игроки выставляют свои симки, номера и мучку для продажи, но вот по фуллблад симкам 40 миллионов с половиной поставили на 4 семерки. На транспортной компании ставок не вижу. На обычных заправках маленькие ценники, а на ЗС под номером 2, это что, возле низкого класса 90 миллионов. К примеру, клуб по госке даже ставки не стоит, а Black Taxi, это таксопарк фиговый, на него поставили. На ларьки с акуски ставочки небольшие, а на техцентр и шинку вообще никто еще не ставил по умному. Кто-то отчаянно пытается поднять денег в казике на ларек перед ловлей, а кто-то словил зас по госу или купил его за донат и теперь продает за 35к. Так, степешнулся на рублевку, по карте вижу дома свободные. Посмотрите, какая учелов крутая F90 до ловли, я решил к ним присоединиться в семью. А автопарк в семье, честно, у них хуже, чем в прошлой фамилии. Листал перечень игроков, хотел найти наивысший уровень и восьмой левел, что челик этот находится сейчас на аукционе, видимо он прошел Black Pass, купил его, дабы получить экспы. В это же время другие игроки не теряют возможности заработать и вдвоем на втором ранге МЧС кипашут. Уф, Коля тоже играет, развивается. Я его на приори решил прокатить, а он уже говорит в гос, если и долг дай. Он тоже хочет словить себе какой-то безак, но сливать приору я не буду, могу лишь его две говяных синьки выкупить за весь свой балик. Деньги мне упали с рефералки, я их решил дать Коле. До последнего хочет подфармить еще 40 тысяч на ВЧ. Интересно, какая ситуация в Казике, скажу вам, все стабильно, играют все и даже вместо крупьей и рулетки тут какой-то розыгрыш. Ну что это за дичь, кто на это ведется? Дурака играют максимально много, челы подфармили на военке и сейчас пытаются вот это поднимать. Тепнулся на МЧС, думал будет там шлаг, я забежал в офис и тут только один работяга. Самое живое место в данный момент аукцион, конечно же, сюда все сбегаются попробовать свою удачу и урвать безак на будущее. Видят мой ник, просят дать долг, какой-то челик внутри аукциона решил, что я буду ловить Казик. Вот эта хохлюшка, если он поставит, я ему голову пробью, клянусь. Не ставь 10 лямов, тупая дура. Тебя ж можно откинуть за политику. Ладно, крейт, не буду, ладно, брат, ладно, не буду, молчу. Я себя слапнул на крышу аукциона и можем посмотреть количество игроков. Ну, очевидно, да, что прогружается небольшая часть, а все остальное, типа, невидимое, чтобы не лагало. Конечно, для видоса я бы хотел показать эту масштабность, чтобы всех игроков было видно, что весь аукцион в игроках. Но тем самым разработчики делают так, чтобы не крашило игроков и еще больше сможет здесь вместиться. Возле стены бегаю, показываю вам, как в три слоя челы стоят, смотрят в стену, у них напряжение. Они думают, какие ставки ставить, смогут ли словить, что вообще ловить, а я кайфую. В последнюю минуту я решил чекнуть строительные компании, потому что какие-то забирают по госке буквально, что-то за 40 лямов, кто-то вообще поставил 65 кк. Ё-моё, пока офигевал, уже пейдэй прошел, надо быстренько чекать бизнесы. Итак, техцентр забрали за 462 миллиона, а шинку за 214. Всё, лот продан скоро удалится, хорошо, хоть это захватил, уже пропали с аука эти лоты проданные, осталось только то, что они словили. Самое удивительное, что казик в первой ловле не забрали. Лол, только что я чекал клуб, он был без ставки, уже кто-то влепил 33 кк, видимо, его перебили, он ничего не словил и сейчас уже сходу поставил на клуб. Короче, какие-то безы недооценили, завтра они уйдут гораздо дороже, а мы видим, как очень много игроков стоит во ФК, видимо, или их кражит, или они зомбомбили, или радуются, непонятно. Но, конечно, все пытаются выйти. На выходе с аукциона люди суетятся, хотят, наверное, увидеть скорее свои новые бизнесы, либо просто кто словил тех тот же самый. Вот он, Коля, к нему подбежал, спрашиваю, словил? Конечно. Красава, лучший, забрал ларёк. Итак, момент истины, куча народу говорили, что словят тех, но только Саша Вайт его забрал. Ну, 460 какая-то офигеть, наверное, никто не рассчитывал на такую сумму. Стайлинг я, к сожалению, не успел увидеть, за сколько словили, но Матвея поздравляю, о, подъехал Реаль, это владелец, оказалось, Стайлинг ушёл по-дешмански за 150 миллионов, а Шинка, которая, по идее, хуже, ушла за 214. Короче, никогда не угадаешь, что за сколько уйдёт. Интересно, чё по Касику его не словили, тем не менее, бомжи думают, что уже появятся сейчас менеджеры, раздавать будут крупье, хотя вроде был один чел, он шёл специально на Касик, ну, либо клоуны, у него денег не было. Коля говорит, вон ларёк сзади тебя, а ну-ка, подъезжаем на Бугатти Ланойр, и реальный 51-й ларёк словил Коля Бобов. Ё, поздравляю, молодец, он может даже продолжить развитие, потом можно будет продать этот ларёк за 5кк через аукцион. После ловли решил сделать ему подгон, продать дешевле слива в гос эту приору. Ну чё, мне не надо, ему понадобится, он может дальше будет играть на тамбове. Вернулись на аукцион после первой ловли, ожидаемо свои ларьки, владельцы выставляют уже по 5кк продаваться. Ема, на клубе 33кк стоит, его просто не заметили, также Ятакси, 38 миллионов, он просто стоял по госке. Аксессуары в Южном не брали, сейчас стоит 16 миллионов, и автосалон высокого класса поставили минимальную ставку по госке. Прикиньте, какого-то крупного донатера обломали, и он сейчас 200 миллионов 600 тысяч поставил на высокий салон. Остаётся мотосалон, грузовой салон, Казик и средний автосалон. Ко мне чё-то подошёл тип бесконечно скидывает деньги по 10 тысяч. Ммм, транспортную компанию, первую в списке Батырова, забирают по госке за 100 миллионов 300 тысяч. Больше ставок на другие ТК пока что нет, но в первой ловле ни одну ТК не забрали. Вол, мне пацанчик в трейде даёт доплату 7,5 миллионов, говорит, ничего не словил. Я ему дал напутствие и отменил трейд, надеюсь, он продолжит бороться. Вторую масштабную ловлю я, к сожалению, проспал, но по результатам можем смотреть. Из бизнесов остался только мотосалон и средний салон, которые сейчас забирают по госке. Всё, больше бизнесов на аукционе нет, останется только мотосалон завтра. По поводу транспортных компаний, нифига себе, я вижу из списка пропала не одна ТК, а гораздо больше. Телепортируюсь в офис Батырова, здесь не души, но чтобы нам показать, надо пробраться в офис. Я даже получил права дальнобойщика для этого. По таймингу это где-то 48 часов после открытия. Мы забегаем в офис, нас пускает вот на пикап трудоустройство и нам высыпает 6 компаний. Нижняя это от разработчиков и 5 штук словились за сегодня. Я подумал, что все позабирали по 100 КК, но мне скинули скриншот, где на заднем плане видно, что топ-1 списка ушла дороже, чем за 200 КК. Крейд сломал ЭКО, да, я. Работать сегодня чисто технически никто не может, нет десятых левелов. Только если экспы много повыбивались с рулеток или блэкпасса пройденного. Давайте тэпнемся на высокий класс автосалона. Мажор босс забрал, ну хорош. Только не факт, что он за 200 лямов забрал, потому что топ-1 списка ТК за такую цену забрали. Вау, я залетаю на авторынок, а здесь уже движ. Даже в ПТшной тачке продаются? А, ну только обложка в ПТСке пусто. Ну, очевидно, все пытаются надуть друг друга, продать за овер, но никто не хочет покупать. Ты нормальный, эспе, дорог, блядь. У бомжика мут, он на ЗАЗе, я к нему сажусь, говорю, кидай вот за сколько, кинет за столько, куплю проверка на какую-то честную, что ли. Блин, он кинул за 6 тысяч, ну так неинтересно, подписчик, конечно, узнал. Опа, гелик стоковый с автокейса продают. 23 кака в салоне. 11 с половиной в гос, ему говорят, слить. И чё, 18 какатор. Ну, видимо, чел самый гений, постоит недельку и поймет, что дороговато. Возвращаясь на аукцион, тут уже прям мало людей, и АЗС 9 выставили за 29 миллионов. Вашему вниманию АЗСка под номером 9, которая приносит ровно 0, потому что водолазов и близко сейчас не будет, ну а заправляться кому-то, колодком. В списке игроков уже встречаются восьмые уровни, я вот зашел с пек, и мы видим, как челик работает на стройке низкого класса, ну потому что СК только развиваются. Да, вам не кажется, античит лютейше сносит нам чат, просто ничего не могу показать. Ммм, виновником этому бомжи, летающие на скутерах с огромной скоростью под картой. Сначала думал по-обычному кидать форму на бан, а потом вспомнил про новый интерфейс, бан, читы, готово. Осталось, чтобы форму одобрили, и парашник улетел. Охренеть, он, конечно, фокусы исправляет, но под картой летал и в воду попал, с скутера упал, и всё, больше ничего не может сделать. Админов старших, к сожалению, нет в сети, кроме читеров, почему-то Варнинг кидает на обычных работяг, которые трудятся на заводе. И кроме ложных срабатываний попадаются реальные читеры. Тоже отправил на него форму, а он, видимо, таксист, у меня просто надписи такси не пишется, но жёлтые, с номерами такими. Наверное, он думает, что это классный пранк, если с пассажирами под картой. А потом он просто взял, телепортировался на саму карту, оставил там пассажира и пошёл в клуб играть. Вот опять кидает Варнинг на обычного работягу с завода, и тут же ещё один летающий бомж на скутере. Причём после полёта он, как и все, забежал на завод и будет работать. Я понял, админам некогда, занимаются репортом. Вот ещё один читер на скутере, так он работает в военке, то есть это не нулёвый ак, он здесь играет. И уже четыре формы на читы ожидают одобрения. Офигенно, полетал такой, и потом, как обычный игрок, по дороге дальше поехал. Ну тебя, друг, это от пермбана не спасёт. Такая же ситуация, жесть, захожу в спек и был свидетелем, как чел приземлился на скутере. Это типа, чтобы быстрее долететь в кассик, а дальше он как обычный игрок, нет, даже как группе, пошёл работать. Он же в фаме, то есть больше четвёртого уровня. Шоу у чела в голове, как можно юзать читы? Уже пять форм от меня висит, наконец-то зашёл ГА, и он начал банить по моей форме. Только это в чате даже просто не увидеть, так он летит от античита. Какой-то бомж под картой, даже без скутера, двигается просто телепортами, оп, зашёл в магаз. Ещё один военный, решил полетать на скутере, думаю, такой умный. Ну, долетался, в пермбан улетел. Вот ребятки работают на МЧС, напарники второго ранга, дом деревянный тушат. Боже, ещё один бомж летает, им шо, бесплатный чит раздали, шо, они так охренели. В Форбсе богатых игроков со мной поделились. Финка и Шинке за первый день почти пять миллионов. Богачи делятся скриншотами, какие номера у них в коллекции, шо, они видели ППС-ку уже в F90. Уже появился первый дальнобойщик, который продукты возить будет. Поэтому тех объявил, что теперь не будет системно фулить проды в безаках. Кстати, сегодня на аукционе забирают ещё одну ТК-бат за 115 КК. Плюсом ко всему, Дэн и Коля объединились, теперь играют вместе вечерами на новом серваке. Они подъехали к NPC-шке, брать себе заказ на кладоискание, подъехали в зону поиска, Коля побежал работать, а Дэну, видимо, не в Батырово, а в Арзамас. Потом они приехали на ВЧ, наверное, Дэн хочет обменять свою четырку на приору Коли, но Колю в последний момент грохнули. Новый день, вижу, вот на авторынке продают BMW E60 и край у него 2 миллиона 300, даже скидывать и чуть-чуть не хочет. Пришёл я снова на аукцион показать сделочки, и каково моё было удивление, когда я увидел, что клуб перепродают за 47 КК, хотя в первый день ловли его даже не взяли по ГОСКе. Рыболовный магазин успел слететь в ГОСКу, либо его слили в ГОСК. А ну-ка, интересно, никто случайно не словил Бусаевскую ТК вместо Батырова? Мне пишут в вам чат, иди работай в нашей транспортной компании. ТК, в которой я был, всего 2 рабочих и 5 сделанных рейсов за всё время. Ладно, я выхожу из ТК и чекаем Бусаевский офис, фу, слава богу, никто не ошибся и не забрал Бус ТК. Ну а в Батыровский офис возвращаюсь и вижу в списке осталось только 2 ТК по ГОСКе, остальные все уже заняты. Ладно, я вступлю в ТК, в который мне сказали. Я арендую сейчас обычную рюношку, иду смотреть заказы и гляньте, сколько продуктов питания, это что? Быстренько сгонял, арендовал себе Мерсик, возвращаюсь и уже меньше продуктов. По 55 тысяч платят за заказ, но самый имбовый здесь заказ на топливо 92 тысячи. Для него специально я арендую снова рюноху и забираю в офисе лучший заказ на топливо. Ну вы прикиньте, насколько нужны сейчас дальнобойщики для бизнесменов. Как раз вот ППС-ка подъехала к офису, видимо подвёз дальнобойщика и будет заказывать, чтоб тот словил. Услуга личного дальнобойщика, который апнул 10-й левел и будет вам специально под заказ ловить и возить проды топлива. Ибо та же АЗС без топлива приносит ноль. О, как раз мне надо бенз везти в АЗС низкого класса. По дороге ко мне подъезжает чел, просит пополнить АЗС охоты. Я просто в шоке. Те, кто успели уже апнуть 10-й левел, сейчас на сервере короли. Они всем нужны, они зарабатывают кучу денег. Посмотрите, сколько бабок мне заплатили. Теперь эта АЗС сможет приносить доход владельцу, вводим слэш фьюэл и под номером 2 реально 8000 литров, то есть она была пустая до меня. У кассика появился владелец, завезли сюда крупу и все шпилят в кости даже на мини-ставке, всем очень интересно. Посмотрите, сколько фанатов вокруг менеджера, все хотят от него получить крупье, а он не выдает такой. Такс, я наткнулся на челик с 10-м левелом, пока что он ничем не занимается. Вот еще челик с 10-м левелом, которого пару дней назад видели замом в СК, сейчас он почему-то в МЧС и здесь анжлаги, все пытаются получить форму. Ладно, основная масса игроков апнули 5-й левел и пытаются работать на популярной работе, но что здесь делает челик с 10-м левелом? Он может косить на дальнобойщики. Вот, пожалуйста, игрок с 10-м левелом работает на дальнобойщике, везет топливо, фармит бабосы. Опа, пацанчик с маской петушка, который на 10-м левеле, вот в офисе сейчас берет заказ и подбегает к своему спринтеру, сейчас довезет кому-то проды. Вау, возле аукциона тюнингованная BMW F90 и банан с такими номерами, ну ханы-ханы. Выставили симку, 6 восьмерок, на нее уже поставили 44 миллиона. По рейтингу семей видно каптерскую фаму, холи вэрерс, красавы, конечно, уже делают, прикиньте, коптятся. Четвертый раз залетаем в банк, я создаю снова счет и теперь мы забрали 17567-й. Телепортируюсь я на самые крутые дома рублевки и по карте видим заняты красные пикапы. Не, ну понятно, с топовой территории владельцы тюнингов уже могли спокойно их забрать, но от чего я реально охренел, телепортировался на дом с плохой территорией и он занят, я такой дом на пути бомжа брал дешевле ГОСА. Какой смысл на новом серваке вкладываться в такое говно? При том, что рядом свободный особняк с огромной внутренней территорией, вот место дороги и тут аж гараж под заповоротом. Кроме того, я телепортировался в ЖК Витны и здесь мы тоже видим уже занятые дома. Ладно те, что с гаражом, но без гаража, какой в этом смысл? Телепортируюсь на вышку, здесь уже нормальным таким составом игроки залетают. Ну знаете, по машинам видно, что это новый сервак, всё такое бомжацкое, но в этом и есть вайп, что все такие бедные и как-то развиваются. На ВЧ я замечаю картину, как красный джип-чирок ждёт, пока на него навешается всё больше и больше людей, уже второй этаж на крыше и он начинает ехать. Главное, водитель хочет помочь другим, везёт их бесплатно к казарме, а этот, за которым я слежу, чем-то недоволен. Боже, за что оскать роднён, чисто тебе помогает, ты на капоте сидишь и я оскаешь родню. Свой бан на 7 дней чушка заслужила. Я бегаю по крыше фермы, наблюдаю и смотрите какой пуш, бомжи несутся, атака бомжей. Блин, ну есть в этом прикол, из крутых тачек только БПшные, всё остальное бомжацкие. Пришёл я на среднюю стройку, ей сейчас прямо занимаются, делают. Также не понял прикола, дальнобойщики с рудой стоят на шахте и не двигаются, чё-то ждут или меня залагало. Но чат идёт и подъезжает третий дальнобойщик уже посередине. И сообщает коллегам, чтобы на КД не стоять, на поездку даётся 6 минут, раньше разгружайтесь, КД ловите. Кстати, строительная компания, в которую я вступил, осталось всего 5 заказов и они смогут делать вот такие высокие. Ну, наверное, сейчас КД, либо брошенного ФКР, замостройка. Как вам видос на 30 минут? Я постарался вам показать 7 дней из жизни нового сервера, получилось или нет. Напишите в комментариях и поставьте лайк, если хотите больше подобных видео.